Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Предоставление государственных услуг в электронном виде, как наиболее эффективный способ их получения. Вот какие услуги предоставляет Рео ГИБДД управления МВД по городу Самаре, а также в чем особенности приема граждан в условиях профилактики коронавирусной инфекции, я говорю сегодня заместителем начальника Рео ГИБДД УМВД России по городу Самаре, майором полиции Алексеем Сергеевичем Соколенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас в этой студии, спасибо большое, что пришли поговорить на эту очень важную тему. И первый вопрос у меня к вам скажите, пожалуйста, вот какие услуги на сегодня предоставляются вашим подразделениям? В настоящее время регистрационно-экзаменационным отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управление МВД России по городу Самаре предоставляется две государственные услуги. Одна из которых по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а другая по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Ну хорошо, давайте тогда поговорим, какие все-таки виды получения услуг гражданами сейчас предусмотрено. Их несколько или вот как раньше, это связано все-таки с непосредственным посещением вашего ведомства, ну то есть, проще говоря, нужно ножками прийти и заказать услугу. Получение государственных услуг на сегодняшний день возможно как по предварительной записи через сервисы портала государственных услуг, так и традиционным способом при личном обращении заявителя непосредственного ведомства. Ну хорошо, все-таки давайте поговорим, пользуются ли популярностью у граждан вот именно услуги, предоставляемые сервисом порталом госуслуг. Если мы поговорим о результате работы нашего подразделения за истекший период текущего года, то мы увидим, что он показал, что доля граждан, получающих государственные услуги посредством именно предварительной записи через сервисы портала государственных услуг, она более 75%. И приведенный показатель, он указывает на высокую популярность услуг данной категории. Ну давайте тогда порассуждаем, как вы считаете, с чем связана все-таки активность граждан на обращении именно к порталу госуслуг. На мой взгляд, высокий показатель результатов работы подразделения в данной области свидетельствует о том, что получение государственных услуг в электронном виде через сервис портала государственных услуг в настоящее время является наиболее эффективным и удобным способом, поскольку имеет ряд преимуществ, таких как возможность выбора удобной даты и времени обращения в ведомство, а также возможность получения 30% скидки на оплату государственных пошлин. Ну вот все-таки не могу не задать я вам этот вопрос. По поводу очередности, все-таки когда выбираешь ту или иную услугу, приходишь ко времени, иногда ты попадаешь прям точно в срок, иногда все-таки происходит задержка. Я, конечно, понимаю, что это зависит, ну больше все-таки человеческий фактор, но вот тем не менее этот процесс как-то вот выявляется в сторону становления, именно попадания в ту очередность, на которую время у тебя забронировано. Ну, конечно, вот в принципе всем удобно прийти к назначенному времени и получить необходимую услугу, не стоя в очереди, выбрав для себя удобное время. И если заявители не будут опаздывать, мы их, естественно, будем ждать, когда они придут к назначенному времени, это будет оптимально как и для нас, так и для заявителей. Поэтому, конечно, ну нужно стараться приходить к назначенному времени. В назначенное время и не опаздывать, да? Да. И, естественно, для этого предусмотрен срок ожидания заявителей. Он, как правило, составляет не более 30 минут. Если заявители опаздывают, мы их принимаем как по живой очереди, но при этом заявители уже не пользуются теми скидками на оплату госпошлины, которые ему предоставляются. Предоставлены. Вот интересный аспект, и я, кстати, о нем даже не знал. Алексей Сергеевич, ну скажите, пожалуйста, все-таки, а в какую сторону изменился процесс предоставления госуслуг с момента введения сервиса электронного правительства? И как это отразилось на качестве и доступности вот этих услуг населения? После введения сервисов электронного правительства, а также электронного документа оборота, перечень предоставляемых документов при получении государственных услуг, он сократился до минимума. Срок ожидания заявителей в очереди сократился до 15 минут, а максимальный срок оказания услуги сократился до часа. Ну, все эти нововведения как раз и направлены на совершенствование системы госуправления. Хорошо. Давайте тогда мы с вами поговорим, изменился ли процесс приема граждан вот как раз в условиях профилактики коронавирусных инфекций, и вот как работает вот в новых условиях. Уже, конечно, прошел год, я понимаю, но все равно масочный режим ЖДА никто не отменял. Мы, конечно, стараемся максимально обеспечить безопасный процесс приема граждан в этих условиях, и с этой целью мы соблюдаем простые, на мой взгляд, наиболее эффективные нормы, такие как соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров, соблюдение масочного режима. Также мы проводим термометрию и дезинфекцию рук, проводим проветривание и санитарную обработку помещений, и в случаях, когда выявляем лица с повышенной температурой тела, мы даем рекомендации для обращения им в медицинские учреждения. Да, спасибо. Хорошо. Очень хочу спросить вас о нововведениях, которые произошли в текущем году в процессе предоставления госуслуг, вот как раз предоставляемых вашим ведомством. С 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В целях реализации данных изменений приказом МВД России от 20 февраля 2021 года за номером 80 утвержден новый административный регламент, как раз по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Давайте поподробнее об этом расскажем. В чем именно произошли нововведения, вот как раз для кандидатов в водители, что принципиально нового с 2021 года, 1 апреля? Ключевым изменением явилось проведение одного практического экзамена вместо двух проводимых ранее. Этот экзамен проводится в условиях реального дорожного движения вместо двух проводимых ранее, как на закрытой площадке, так и в городе. Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь не проводится. Объективная оценка готовности будущих водителей управлять транспортным средством дается исключительно в условиях реального дорожного движения. Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах в настоящий момент исключается. Экзаменационные маршруты теперь представляют собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Это обстоятельство позволит исключить возможность заучивания этих маршрутов и объективно подготовиться к задаче экзаменов. Мы обязательно продолжим сейчас эту тему, о нововведениях мы поговорим и далее. Ну а сейчас я предлагаю ненамного прерваться и посмотреть небольшой видеосюжет. Внимание на экран. В честь юбилейной даты в ДК железнодорожников наградили лучших сотрудников ГИБДД со всего региона. Поздравить людей, обеспечивающих безопасность на дорогах, приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и областные власти. Я хотел бы сегодня, зная реальное состояние дела, ваш вклад в защиту жизни и здоровья людей, искренне вас поблагодарить за вашу службу, поблагодарить за совместную работу по предупреждению о военных ситуациях. Мы сегодня, вот на секущую дату, если говорить по исполнению ремонтных дорожных работ, мы являемся по нацпроекту лидерами встанем. Это благодаря тому, что мы вместе с вами и по аварийным участкам, и перекресткам, заранее, заблаговременно, на основе глубокого анализа ситуации, принимаем проектные решения, о том, воплощая в жизнь опережающих людей. Я в числе многих сотрудников, которые сегодня удостоились чести, получить награду за хорошие показатели в служебной деятельности. Любой гражданин, уже несмотря даже не говоря о профессионалах, сотрудниках Государственной инспекции безопасности дорожного движения, он видит, как меняется наша жизнь, какой становится дорога, какое количество транспортных средств на ней. Ну и, соответственно, мы не можем не заметить, что и улучшается инфраструктура дорожная. Несмотря на возраст, инспекция становится моложе, а техническое оснащение – современней. Сегодня вы несете службу на компортальных машинах. Мы создали мотор-взвод. В стране немногие субъеки могут быть этим, как бы, по-фастам. Результаты труда сотрудников Госавтоинспекции заметны каждому. На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно снижаем показатель аварийности на дорогах Самарской области. Так, если, допустим, по итогам 2012 года у нас было более 700 человек погибших именно в регионе, то по итогам, соответственно, допустим, 2020 года уже 300. Госавтоинспекция Самарской области была и остается самым мобильным подразделением. Но неизменной остается цель – контроль за безопасным движением по дорогам региона для сохранения жизни людей. Алексей Сергеевич, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот эти изменения, о которых мы с вами говорили выше, они коснулись всех транспортных средств? Эти правила коснулись кандидатов водителей легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для водителей мототранспортных средств в целом будет проводиться на прежних условиях и в прежнем формате. А вот давайте мы сейчас напомним эти прежние условия и прежний формат. Вот бытует мнение, что на некоторых мотоциклах можно вообще ездить без прав. Вот прокомментируйте, пожалуйста, миф это или реальность. И если да, то на каких мотоциклах нужно обязательно ездить с воровами? В настоящий момент в любом случае на мототранспортных средствах, мощность двигателя которых превышает 50 лошадиных сил, либо свыше 4 киловатт, однозначно нужно проходить обучение в образовательных организациях, потом сдавать квалификационный экзамен, ну и, естественно, в регистрационно-экзаменационных подразделениях и получать водительское удостоверение на право управления транспортным средством. Потому что, естественно, для нас очень важно, чтобы все водители, которые допущены к участию в дорожном движении, обладали навыками управления транспортным средством, надлежащими навыками, чтобы они, естественно, знали правила дорожного движения, чтобы они не допускали нарушений этих правил и соблюдали требования административного законодательства, ну и в том числе уголовного. Ну я хочу сказать, что вообще представители мотосообществ, вот сама являлась свидетельницей встречи с представителями руководства ГИБДД и мотосообществами в начале сезона, где оговаривали вообще правила и какие-то вместе проводимые акции, потому что и мотосообщества идут на встречу, и руководство ГИБДД также советуют какие-то вещи, чтобы было безопасно в первую очередь всем участникам дорожного движения. Вот давайте мы поговорим о системе оценки действий во время экзаменов. Как вообще сейчас проходят экзамены? Может быть есть тоже какие-то нововведения, изменения? Вот раньше как? Учились в школе, на площадке сдали, получили права и поехали дальше. Как сейчас происходит сдача экзаменов? С учетом того, что мы, как ранее с вами говорили, с текущего года вступили изменения как в процесс предоставления услуг, так и в этой связи вышел новый нормативный документ, так и в правила приема экзаменов. В настоящее время для получения положительной оценки кандидату водителей необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов. Основные изменения внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделяются на подгруппы по одному, двум, трем штрафным баллам в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен сразу завершается, они как раз отнесены в отдельный блок. Вот давайте пример приведите, пожалуйста, потому что помню, когда я сдавала на права, садишься в автомобиль, ремнем не пристегнулся безопасности, все, сразу экзамен закончен. Это, конечно, еще и зависит от инспекторов. Кто-то закроет, на это глаза кто-то нет. Поэтому вот какие сейчас грубые нарушения, на которых заканчивается экзамен прямо вот сразу моментально, Алексей Сергеевич? Вы как раз правильный пример привели. И вот основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения сотовый телефон. Ну, а также иные ошибки, совершаемые в процессе управления. Те, которые могут как раз и повлиять на качественное управление транспортным средством и послужить причиной возникновения таких обстоятельств, которые подпадают под определение дорожно-транспортного происшествия. Конечно же, весь перечень наверняка в билетах прописан. Я думаю, что ни для кого откровением не будет, если там ты что-то сделай, это касается грубого нарушения. Давайте поговорим о теоретической части. Сколько, насколько, как вообще проходит этот процесс и насколько билетов можно не ответить и пройти в следующий этап экзамена. Как мы и говорили, существует практическая часть экзамена. Но есть и теоретическая часть экзамена, которая включает в себя блок, состоящий из 20 вопросов, разделенных на 4 основных тематических блока. В случае, если при проведении экзамена кандидат водителя экзамену допускает в одном тематическом блоке две ошибки, экзамен, естественно, сразу прекращается. Если он совершает две ошибки в разных тематических блоках, то за каждую ошибку при проведении, опять же, экзамена ему добавляется по 5 дополнительных вопросов. То есть, если он просто одну ошибку совершил, 5 дополнительных вопросов, это уже тематического блока. То есть, опять же, чтобы установить, насколько он разбирается в этой тематике и владеет предметом. Все это проходит автоматизировано на компьютере? Все это проходит автоматизировано на компьютере в экзаменационных классах. Процесс проведения экзамена также с целью объективности фиксируется средствами аудио и видеорегистрации. И вся эта информация полученная, она хранится в определенный срок. Хорошо. После теоретической части экзамена происходит уже практическая. Давайте и здесь поподробнее мы остановимся. Я недаром попрошу вас именно так подробно рассказать, потому что с вашими коллегами часто встречаемся в эфире. И вот одна из последних актуальных тем – это были аварии с молодыми водителями. И как раз вот эта строгость на экзаменах, наверное, и направлена на предупреждение вот таких несчастных случаев, которые происходят у нас. И статистика является тому подтверждением. Поэтому, пожалуйста, расскажите, как проходит практическая часть. Вот опять же, вспоминая, как сдавала я, это была обязательно змейка, заезд в гараж, с ручника в горку трогаться. И, по-моему, еще какие-то вот такие моменты были обязательны. Вот как сейчас это происходит? Очень важно, чтобы кандидат в водители владел навыками управления транспортным средством, кроме знания правил дорожного движения. Это важно почему? Потому что он должен умело управлять данным транспортным средством и не попасть в неприятные ситуации, такие, как вы озвучили, дорожно-транспортные происшествия. Ранее экзамен с целью оценки первоначальных навыков управления транспортным средством проводился как раз на закрытых площадках, так называемых автодромах, на которых был перечень обязательных упражнений. А после того, как мы убеждались в том, что он умел управлять этим транспортным средством, он допускался к следующему этапу, к сдаче квалификации именно в условиях реального дорожного движения. А вот сразу у меня вопрос, Алексей Сергеевич, а где научиться вот именно этому реальному дорожному опыту, где его взять, если в школе ты прошел теорию, ну какая-то практика между экзаменами и между теоретической частью есть, потому что понятное дело, что можно где-то поучиться там на сельской местности. Но сейчас, когда такое обилие знаков дорожных, камер у нас, где научиться водить, чтобы сдать вот эту практическую часть экзамена? Вот, может быть, какой-то совет вы дадите? Или вообще как это в реалиях происходит? Подготовка кандидатов водителей осуществляется образовательными организациями, которые предоставляют соответствующего рода услуги. Они имеют специальные разрешительные документы, которые они получают. Автомобили оборудованные, да? В ведомствах. Ну и, естественно, они обучают как и теоретической части, так и практической части. Естественно, опять же, навыки управления, они прививаются представителями учебных организаций в процессе подготовки как раз кандидатов водителей. После окончания этого процесса подготовки кандидат водителей получает соответствующее свидетельство об окончании учебного заведения. И мы понимаем, что он уже надлежащим образом в уполномоченной организации этот процесс совершил успешно. То есть тех часов достаточно? Вот ваши коллеги принимают экзамены. Как вообще сейчас молодые люди справляются больше с теоретической, с практической частью? Где легче, проще говоря ли, сложно ли сдать сегодня направо? Ну, здесь опять же все зависит от личностных качеств, как правило. Кому-то проще освоить теоретическую часть, кому-то практическую. Для кого-то не составляет труда. Ни одно, ни другое, да? Ни одно, ни другое, конечно. Поэтому однозначно, чтобы процесс управления транспортным средством был безопасным, для того, чтобы не допустить каких-то негативных моментов, нужно знать правила дорожного движения, ну и обязательно их соблюдать. Хорошо. А вот в тех сейчас правах, что ли, как назвать, правилах, наверное, дорожного движения учитывается ли современная дорожная обстановка, вот о чем я вас спрашивала. Это вот наличие новых разметок, дублеров, камер. Вот как сориентироваться в теоретической части, когда сейчас, ну, даже по нашему городу развязки достаточно сложные, особенно для новичков, вот так вот порой едешь, видишь где-то новый знак, новые какие-то камеры и так далее. Опытным водителям сложно сориентироваться. Я говорю сейчас вот лично про себя, потому что бывает, приходит штраф и думаешь, господи, да я по этой дороге езжу, там уже пять лет, грубо говоря, а все равно вот приходят нарушения, потому что ситуация меняется. Ежедневно можно сказать, вот как молодым водителям суметь сориентироваться и понять, что вот эта теория как раз и направлена на практику, которую ты увидишь завтра на дороге. Здесь вопрос, наверное, все-таки даже шире. Объясню сейчас почему. Потому что вот вы сейчас говорите о водителе, но правила дорожного движения даже не должны, а обязаны знать все участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, так и иные участники дорожного движения. Потому что у нас, опять же, есть там такие транспортные средства, как велосипед, мопед, ну и тому подобное. И, естественно, почему этот вопрос важен, он как раз и включает в себя основные положения безопасности и способность ориентироваться в дорожной обстановке, знать и соблюдать требования правил дорожного движения, знаков того же, приоритета. Это обязанность всех участников дорожного движения, не только водителей. Ну, то есть вы хотите сказать, что билеты на сегодня актуальны и соответствуют тем дорожным условиям и тем дорожным новым разметкам, которые существуют на дороге. Ну, то есть практика недалека от реальности? Да нет, конечно. Вы сейчас говорите про организацию дорожного движения на тех или иных участках дороги. То есть, конечно, на перекрестках, перекрестки, приоритетность движения регулируется как дорожными знаками, так и светофорными объектами. И, естественно, каждый водитель, подъезжая к тому же самому перекрестку, должен знать, уступить ли ему дорогу транспортному средству, которое приближается к нему по пересекаемой проезжей части, либо нет. Хорошо. Все-таки хочу вернуться к оценке. Вот те новшества, о которых вы сегодня сказали, скажите, пожалуйста, вот позволят ли они избежать, может быть, каких-то возможных жалоб на объективность приема экзаменов? Потому что ведь это очень важно, когда ты все-таки выучился на права, у тебя есть знания, умения, все-таки получить эти заветные корочки и поехать уже в реальность по дороге. Вот как раз при приеме практического экзамена экзамена теперь будет находиться за дублирующими органами управления транспортным средством, что позволит, в свою очередь, исключить нарекания, возможные со стороны кандидатов-водителей, на создание каких-либо необоснованных помех в процессе проведения экзамена. Еще одним принципиальным нововведением стала возможность присутствия наблюдателей, сторонних в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступать, как другие кандидаты-водители, которые как раз ожидают в своей очереди при на сдачу экзамена, а также представители общественных объединений, в том числе автошколы. Это право или обязанность, Алексей Сергеевич? Это все-таки право. Право. Да, то есть допускаются. Допускаются. Вот как раз участие этих наблюдателей, оно позволит добиться повышения прозрачности процедуры проведения экзамена и разрешить возможные спорные ситуации. Ну, а вот что касается жалоб, вот на мой взгляд, как раз это новшество и позволит снизить их количество и повысить объективность оценки готовности кандидатов к экзаменам. И еще, что важно отметить, теперь рассмотрение жалобы заявителей будет осуществляться комиссионно с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. При этом срок хранения такой информации будет осуществляться до окончания рассмотрения жалобы, но на срок не менее одного года с момента ее регистрации. А в случае удовлетворения жалобы результаты экзамена будут аннулироваться, а кандидату в водители предоставится возможность повторной сдачи экзамена. Хорошо, покажется ли вам мой вопрос понятным, сколько сейчас можно использовать с попыток сдать экзамен, как в теоретической, так и в практической части? Ну, после неуспешной сдачи практической части экзамена либо теоретической, кандидату в водители предоставляется возможность подготовки к его успешной сдаче на срок, опять же, не менее семи дней, то есть через семь дней, через неделю он к нам приходит и ему повторно предоставляется возможность сдать. Опять же, если он три попытки допускает, безуспешная, то срок подготовки увеличивается до месяца. Ну, здесь следует отметить, что, допустим, после сдачи теоретической части, если полгода успешной попытки, после неуспешных попыток сдачи практической части срок выходит полугодовой, то он будет вынужден заново сдать и теоретическую часть. Вот так вот даже. Ведете ли такую статистику? Нет. Кто сейчас, либо в равных количествах, все-таки больше идет учиться на права девушки, парни? Такую статистику не ведем, но, опять же, с каждым годом мы же, как участники дорожного движения, наблюдаем, что девушек за рулем становится все больше и больше. Как правило, девушки усидчивые, никуда не торопятся, и поэтому качественно готовятся к сдаче экзаменов, ну и аккуратно управляют транспортным средством. Поэтому приятно их наблюдать за рулем. А мне, как представителям все-таки женского рода, приятно это слышать. Ну что же, у нас с вами время подошло к концу. Я хочу, во-первых, поблагодарить вас за очень интересное интервью и за те новшества, с которыми вы пришли сегодня поделиться. Ну а по традиции я хочу предоставить вам заключительное слово. Если все-таки подвести итог нашему с вами сегодняшнему разговору, о чем обязательно нужно помнить, ну и, конечно, знать, о ножествах которых вы сегодня сказали, пожалуйста. Ничего не стоит на месте. Со временем все постоянно совершенствуется и изменяется, как и процесс предоставления государственных услуг. Но все озвученные мною нововведения, которые в процесс предоставления государственных услуг вводятся, они направлены на повышение как качества, так и доступности предоставляемых государственных услуг в системе МВД России и направлены на обеспечение максимально безопасного, качественного процесса организации дорожного движения. Спасибо вам большое. Мы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин